Полотна Ирины Лавровой впечатляют. Они нарисованы тканью. Да-да, мы не ошиблись. Именно маленькими лоскутками, разложенными на полу. Творит Ирина под звуки музыки. И джазовая мелодия создает соответствующее настроение для превращения разноцветных кусочков в эмоциональную картину. Вот эта работа называется «Ожидание». Видите, какая? Она висела у меня... Ну, в Питере она была. Ее еще никто не видел. Ну, смысл только в Питере видели. Вот это называется «Просто хорошее настроение». Просто хорошее настроение. Вот я ее тоже повезу. Вот это моя визитная карточка, потому что мне надо... Видите, написано «Фрик Пэтч». Это моя визитная карточка. Я ее вешаю перед работой, потому что ее законить, патентовать название смысла нет. А «Фрик», сами знаете, необычный, непричудливый, непредсказуемый. Я не знаю, как ляжет кусочек. Музыка для двоих, энергия жизни, сотворение мира, веселые маки, подсолнухи. Яркие картины, яркие названия. Ирина показывает свое богатство. В арсенале большой выбор ниток. Лоскутной разноцветной палитрой забиты все шкафы и тумбочки. Да что там, ради картины она без сожаления готова изрезать даже любимую блузку. Вот одна была рубашка, предположим. Вот, видите, деревья я с нее собрала. Ирина проводит мастер-классы и делится с другими рукодельницами тем, что умеет делать сама. Ведь «Фрик Пэтч» дает возможность работать с тканью, независимо от степени владения навыками шитья. Традиционщики, они шьют классно, они шьют замечательно, но не все могут так шить. Я пробовала шить два кусочка ткани ровненько, к ним еще два кусочка ткани, но не получается у меня. Ну не получен, человек другой. Я помню, мастер-класс один проводила, первый самый мастер-класс я проводила в лесном. Меня какие-то бабушки пригласили, я из Салды приехала, меня встретили куча бабушек таких маленьких бегает. И, конечно, у них традиционное шитье, я преклоняюсь перед ним, потому что я столько видела уже всего, я по этим выставкам, фестивалям, я столько видела, просто потрясающие работы. Но там бабушки, ну хорошие бабушки, и одна девочка молодая говорит, господи, вот она первый раз мне это сказала, я поняла. Спасибо вам, что я поняла, что с тканью можно еще работать по-другому, просто по-другому. По словам Ирины, она выбивает пробку зашоренности у своих учениц. Пришла женщина, помню, работает в банке, она вся съеженная, скукоженная. Мне не получится, мне не получится. Я говорю, на спорте получится. Да нет, не получится. И вы знаете, я потом остановить ее не могла, особенно, когда села на украшения, видимо, вот это у нее в душе, вот ей понравилось именно этот, не вот эти, там пейзажи, цветы, а украшения. И мы оторвать ее от машинки не могли. Интересен и такой вариант использования необычных творений. Неправильные кусочки Лаврова вставляет в правильные вещи. Сумку, одежду, используют небольшие картины вместо карманов, украшают ими пиджаки. Я учусь смотреть на кусочки тканей по-другому, что берешь, и они начинают смотреть. Берешь вот этот кусочек, вот, маленький, и вот он уже деревом у меня стал. То есть, вот, практически, вот эти кусочки, они все говорят сами за себя. А начинается все вот с такого подмалевка. Этот кот, это еще не кот. Это еще, это еще просто кусочки тканей практически. А потом будет доработка. То есть, сейчас я просто подмалевок сделала, приклеила сейчас. Ну, у меня, я это рассказываю, как я делаю. Ткани под рукой все. Потом я буду прорабатывать. То есть, я доведу до ума, все это подклею. Ну, то есть, калаш соберу. То есть, будет уже мордочка, все это будет понятно. А потом у меня строчка есть. Я строчкой оперирую. А потом у меня еще есть краски. Но краски для меня, они идут, я красками не подкрашиваю ткани. Я красками довожу, довожу до ума. То есть, вот я могу плюнуть, дунуть, вот это вот все, какие-то вот штрихи там. Ну, в общем, для меня краски, это как бы дополнительный материал. Сегодня Ирина достигла совершенства. Она – постоянный участник и лауреат российских и зарубежных фестивалей. Ее работы продаются на вернисажах. На вырученные деньги художница выставляется за рубежом. За ее плечами 30 выставок. А недавно пришло приглашение во Францию. Ирина взвешивает свои возможности. Так сколько же стоят ее творения? Как обычный художник не знает, что он в своей работе. Кто-то говорит, что они там на Западе, там вообще там бешеные деньги стоят. У нас это три копейки. Делает Ирина Лаврова и украшения. Броши, браслеты, цветы. Ей очень нравится пластика ткани. Есть планы, есть цели, есть мечты. Одна из которых – заняться шляпками. Так пожелаем же Ирине Владимировне творческих порывов и вдохновения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok